Жители микрорайона Тастебулак в Алматы боятся провалиться сквозь землю в прямом смысле этого слова. Люди жалуются на огромную яму близ их домов. Говорят, что в прошлом году на улице проложили асфальт, но вот зарыть колодец после ремонта рабочие якобы забыли. В итоге на участке образовалась большая канава. Из соображений безопасности местные временно прикрыли ее железными листами. Масштабы проблемы оценила Жанна Татьянова. Ночью здесь освещения нету, то есть машины постоянно проваливаются. Я сам несколько раз здесь провалился, пропуская другую машину. И мы боимся за своих детей, потому что они тоже здесь бегают. А сверху получается просто пластина постелена железная. Она очень тонкая, она может в любой момент провалиться. Отпускать детей одних дальше собственного дома жители микрорайона Тастебулак не рискуют. Главный источник угрозы – огромная яма, прикрытая тонким слоем металлического листа. Родители боятся, что бутафорское перекрытие не выдержит веса ребенка и случится трагедия. О, поднимается его. Еще здесь вот, видимо, проходит внизу какая-то труба, и она периодически лопается. И вот здесь вот столько воды, а ночью ее не видно, что здесь колодец. И столько машин провалились. Машины, ладно, можно починить железо. Ну, видишь, здесь и дети играют, взрослые ходят. Отсутствие освещения усугубляет ситуацию. Каждый вечер родителям приходится встречать детей со школы, вооружившись фонариками или освещая дорогу фарами машин. Уличного освещения здесь ждут жители почти 30 улиц. На сегодняшний день проектной организацией в рамках проекта «Город без окраин», проектной организацией ТО «Тяжпромэлектропроект» разрабатывается проектно-сметная документация на 244 улиц по Нарусбайскому району. Что касаемо именно микрорайона Тастублаг, по микрорайону Тастублаг подана заявка 29 улиц протяженностью 17 километров на разработку проекта для строительства линии наружного освещения. Ну, мы надеемся, что на следующий год уже строительство линии наружного освещения по микрорайону Тастублаг на основных главных улицах будет завершено к концу 2020 года. Но самой наболевшей проблемой стало отсутствие питьевой воды. Засуха в этот микрорайон приходит с первым днем поливного сезона. Жители жалуются, что из-за отсутствия живительной влаги летом им иногда даже приходится переезжать в другие районы города. Мы поставили за свой счет накопитель. Где-то это все в 100 тысяч тенгеном уперлось, как говорится. Там насос стоит. Вода даже за ночь не накапливается. 2-3 литра буквально не доходило. Почти что месяц мы без воды были. Слечем? Вот супруга, она переехала обратно к своей матери. Она там жила, потому что без воды, ну нет воды, мы не можем ребенка ни помыть, ни искупать. То есть, как говорится, ни воду дать, ни смесь подготовить. Воды вообще летом нет. В коммунальных службах района сообщили, что проблемы с водой решатся не скоро. Строительство водопроводной сети начнется только в 2020 году. А пока пообещали помочь жителям закрыть колодец и залатать яму. Даже несмотря на то, что это не входит в обязанности Акимата. По поводу этого колодца сейчас мы выдадим на него предписание. Почему? Потому что эти сети на балансе Алма-Цу не находятся, абонентами не являются. Поэтому колодцу дадим предписание на устранение. Это коллективный водопровод, технический водовод. К нему отношения коммунальные предприятия не имеют. Он обслуживается председателями, самими жителями товарищей, садовых товарищей. И все же устранить проблему чиновники пообещали до конца этой недели. А пока местным жителям ничего не остается, как самим установить предупреждающую табличку и усилить контроль за детьми. Чонна Тайденова, Арсен Сандыбаев, Асет Кундакпаев, телеканал Алматы.